Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас новый формат. Как вы знаете, шахматы были придуманы как битва двух сторон. Белые и черные бьются на выживание. Но шахматы это средневековая игра, а сегодня мы восстанавливаем шахматы, но в современных реалиях. Две стороны, белые и черные будут биться за выживание. Посмотрим, что из этого получится. Погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Савалон! Эмэлло! Сальса! Эмэлло! Эмэлло! Савалон! Эмэлло! 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 Задачей каждого из дронов было удержаться в кругу, при этом не попасть под огонь фейерверка. И в шахматах очень часто бывает точно так же. Нужно играть максимально принципиально, максимально жестко, но при этом ничего не зевнуть. И чтобы твоя атака прошла, а атака соперника затухла. И сегодня в честь этого мы смотрим 5 красивейших матовых комбинаций во всей истории шахмат. И на пятом месте у нас партия Николая Попова против Аркадия Нава Пашина. После ожесточенного дебюта шахматисты вышли в эту позицию, после чего черные решили пожертвовать качество. Они сыграли ладья бьет d2, ферзь бьет d2 и ферзь бьет e4 с идеей напасть на слона на c4. Белые отступили, черные забрали на c4 и тут следует тактический удар конь g6 шах, hg и ладья забирает ладью. Король отступает на поле h7 и, казалось бы, у черных неплохая контратака, потому что есть возможности где-то запрыгнуть конем на d4 и король белых тоже открыт. И тут, как гром среди ясного неба, следует ход под бой без каких-либо взятий, но этот ход выигрывает партию. И это ход ферзь h6. Конечно же, это блестящий ход и на взятие королем последует ладья h8 мат, как и последовало в партии. Ну, а если бы черные съели ферзя пешкой, то белые спокойно играют ладья бьет b7. Черным приходится перекрываться, ладья забирает, снова шах, конь закрывается, ладья бьет, ферзь закрывается, ладья бьет и это мат. Очень красивый мат, и именно таким матом вдохновлялся сам Магнус Карлсон в 2016 году в одной из своих партий. На четвертом месте самых красивых матовых комбинаций у нас партия Генриха Каспаряна против соперника по фамилии Манвелян. Каспарян известный составитель этюдов, и в данной позиции он создал этюд из своей партии. Он сходил в ладья бьет c6, первый блестящий ход. Черные забрали, пока что ничего не понимая, следует ферзь c4 шах, двойной удар на короля и на слона на поле c6. Черные отступили королем, чтобы защитить слона. И тут следует ферзь бьет c6, еще один блестящий ход. Черные забрали ферзя, после чего у белых остается всего лишь две легких фигуры. Белые играют конь e5 шах. Король отступает на единственное поле, потому что это двойной шах, от него можно только отступить. Черные сходили король c5, далее следует конь d3 шах. У черных снова единственное поле, все остальные поля под контролем белых, кроме поля d4. Туда и сходили черные. А как продолжать, друзья? Казалось бы, нет никакого хорошего шаха. Если мы где-то толкнем пешку, он просто съест или ее, или коня. Конем шахов нет, слоном нет. И тут следует король d2. Тонкий, тонкий ход от Генриха Каспаряна. И выясняется, что грозит мат ходом c3, и королю просто некуда деваться. И у черных нет ни одного шаха в этой позиции, и белые добивают черных на любой ход. В партии последовало ферзь f5, и c3 белые выигрывают. Переходим к топ-3 нашего списка. И здесь я предложу вам найти матовую комбинацию самостоятельно. Можете поставить видео на паузу. Ход белых мат в несколько ходов. Поздравляю тех, кто нашел. Ну, а кто хочет посмотреть на это вместе с нами, давайте взглянем. Итак, у белых очень сильная атака. И, в принципе, не обязательно что-то жертвовать, чтобы поставить мат или выиграть партию в скором времени. Но самый быстрый путь к победе, это именно жертвы. Белые играют в ферзь h7. Блестящий ход. Черные, конечно же, должны брать ферзя, потому что на отступление короля на f8 последует ферзь h8 мат. Поэтому черные забирают ферзя на поле h7. Далее белые играют кони f6. Двойной шаг от коня и слона. Соответственно, король обязан уходить. Если король забирает сейчас слона на поле h6, то белые дадут шаг ладьей на поле h3. Единственный ход король g5. Далее следует красивая ладья g3. И на любой ход короля следует мат. Например, если король h6, то, конечно, мат ладья g6. Если король бьет коня, то снова мат ладья g6. Если король отступает на поле h4, то последует ладья g4 мат. Ну, а если король идет на поле f4, то следует красивый мат конь h5. Поэтому в партии черным пришлось отступать на поле h8. После чего следует следующая жертва. Слон бьет g7. Еще один блестящий ход. Черные забирают его королем, потому что если они заберут ладьей, то последует ладья h3. После чего нужно закрываться. Ладья побьет. Закрываются. Ладья бьет. И на доске возник арабский мат. Поэтому черные побили на g7 королем. Последовал шаг на поле g3. И снова на любой ход короля последует мат. Например, король h8 будет арабский мат на g8. Если король идет на f8, то будет снова арабский мат. Если король идет, король бьет f6, то мат на поле g6. Ну а если король h6, как и было в партии, то ладья g6. И белые ставят мат. Если честно, между вторым и первым местом битва была нешуточная. И я до конца не знал, какому примеру отдать второе, а какому отдать первое место. Но все-таки определился с расположением именно так. Итак, второе место перед вами, друзья. Белым цветом играет Отто Юнг, а черными шахматист по фамилии Сабадош. И партия сыграна в 1952 году. В данной позиции у белых снова неплохая игра. Можно пойти, например, ферзь g3. Но тогда король убежит на поле h6. И сразу выигрыша не видно. Белые решили пойти на очень красивую комбинацию. Они сыграли слон бьет g7. Кажется, что это упущенный шанс. И даже градусник ческома с нами согласен. Но на самом деле, после хода ладья бьет h4, который черные и сделали, сильнейшего, казалось бы, белые все-таки побеждают. Но где выигрыш? Кажется, что мы просто зевнули сейчас и ладью, так еще и ферзя на связке. Нет, конечно, можно сыграть, например, шах слоном. Король заберет, и мы заберем его ладью. Или то же самое с этой стороны. Но все куда тоньше и красивее. Белые играют. Ферзь бьет h4. Блестящий ход. Король забирает ферзя. И скажете вы, как здесь может быть мат? Ведь пешка g связана ферзем. И слон может дать только один шаг, после которого черные закроются пешкой. Это правда. Но на самом деле, шах на f6 правильный. А после хода g5 мат форсировать все-таки можно. И это очень-очень красиво. И не зря занимает второе место у нас в списке. Как вы думаете, друзья, как ходят белые в этой позиции? А я вам сейчас покажу. Правильный ход здесь, это ход слон c3. Абсолютно блестящий ход. Выясняется, что у черных цукцванг в данной позиции. Да, именно так. Если черные играют... Королем ходить некуда. Если черные ходят пешкой на поле g4, то последует мат слон f6. Если же черные играют ферзем, то нужно разобраться куда. Потому что если черные уйдут, например, куда-нибудь со второго ряда, ну скажем, ферзь e3, то последует мат пешкой g, потому что связки больше нет. И пешка g может ходить вперед с матом. Поэтому черным нужно оставаться на втором ряду. Но если черные уйдут куда-либо сюда, понятно, под бой. Если черные уходят сюда или на поле a2, то последует мат слон... Ну, не сразу мат, конечно, слон e1, ферзь f2 и слон бьет f2. Это мат, королю деваться некуда. Поэтому черный ферзь обязан оставаться и на втором ряду, и держать поле e1. То есть ходить на поле f2. Так и последовало в партии. И здесь следует ход слон e5. И этот ход побеждает, потому что снова на ход g4 последует слон f6 мат. А у черных снова нет хорошего хода, потому что ферзь не может уходить со второго ряда. Если он куда-либо уходит, то последует просто g3. Ну и мат через ход. Например, ферзь g3, слон g3. Это мат. Поэтому нужно сохранять связку на пешке g. А если ферзь уходит куда-либо, сохраняя связку, то он освобождает поле g3, которое раньше защищал. Поэтому слон идет на поле g3, и белые побеждают. Именно поэтому черные сдались после хода слон e5. Ну а теперь, друзья мои, долгожданное первое место отправляется в партию Рассалима против неизвестного шахматиста. С фамилией Рассалима многие знакомы. Ну, а черными, кто играл, мы не знаем. Но действительно, это, на мой взгляд, получилась самая красивая комбинация из всех. Смотрим. В данной позиции кажется, что у белых хуже, потому что есть какое-то давление на центр. Король вышел непонятно куда. Ну и у черных все достаточно неплохо защищено. И конь защищает, и слон, и король, и ферзь. Все неплохо. Однако, белые начинают фатальную атаку. Ладья бьет f5. Первый блестящий ход. Черные забирают ладью на f5. И дальше следует. Ферзь бьет h6. На самом деле, не так просто увидеть этот ход, потому что если черные забирают на h6 пешкой, то последует конь f6 шаг. Мы отвлекли пешку, король уходит. И даже не бьем ферзя, а ставим мат на поле g8. Арабский мат. Но черные могут побить на h6 королем. И выясняется, как же ставить в этой позиции мат. Ведь у нас есть шах на поле h1. Но король тогда отойдет на поле g6. Ну и после этого шахов только обратно ладьей. И он тоже уходит обратно. Или даже на h7. И у черных полный порядок. Но и это предусмотрел Рассалима. Он играет ладья h1, король g6. И тут следует. Король f4. Потрясающе, друзья. Снова король подключается к атаке. Как и в одном из предыдущих примеров, которые мы с вами видели. Идея в том, чтобы, конечно же, сохранить контроль над разными полями для черного короля. И также открыть диагональ для белого слона, чтобы он мог выйти на поле h5. Черные теперь играют персь e6. И после этого ход слона h5 не выигрывает. Потому что если мы теперь сыграем слон h5, король отступит назад. Слон бьет f7. Это не мат. Потому что ферзь специально пришел сюда. Если бы ферзя не было, был бы мат в один ход. Королю ходить некуда. Но ферзь пришел, чтобы перекрыться на поле h6. И теперь никакого даже перевеса у белых нет. Поэтому как же матовать после хода ферзь e6? А мат находится. Это ход ладья h8. Блестящий ход от белых. Идея в том, чтобы отрезать короля. Обратите внимание. Сложность в том, что в форсированной атаке чаще всего следует шах, шах, шах и мат. А в этой ситуации белые делают два тихих хода подряд. Король f4 ход без шаха. Казалось бы, черные должны какой-то контрудар нанести. Но нет времени у них. И нет хорошего контрудара. И также после хода ладья h8 тоже кажется. Вот он, шанс черных. Защищайся. Ищи ход, который тебя защитит. Но такого хода просто нет. У черных лишний ферзь. И он не может помочь им в защите. Или даже в контратаке. Грозит слон h5 мат. И от этого мата абсолютно нет защиты. Если черные разве что отдадут ферзя на e5 с шахом. Но белые просто побьют. И все еще грозит слон h5 мат. И, например, на взятие пешки слон h5 это все равно мат. Потому что конь держит поле f6 даже без пешки на поле e5. Поэтому в партии последовал просто ход fe. И белые выиграли красивым ходом слон h5. Всего лишь две фигуры остались у белых. И, конечно же, король. И каждая из них участвует в матовой атаке. Обратите внимание. Ладья отрезает все поля. Защищает слона. Король отрезает поля. Ну и пешка тоже. Красивейший мат. И, на мой взгляд, заслуженное первое место. Ну а на этом все, друзья дорогие. Напишите обязательно в комментариях, понравились ли вам эти партии. Также понравилось ли вам шоу с дронами белых и черных фигур. Которые иллюстрируют борьбу в шахматах. И также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. В телеграме, кстати, я публиковал видео и фото со съемок увлекательнейших полетов дронов. Поэтому, если вы присоединитесь к телеграму, то вы увидите, как мы это все снимали, готовили. И как в итоге классно все получилось. Спасибо всем за просмотр, друзья. Увидимся в новых видео. Ставьте лайк на это. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи. Всем пока.